И мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях Гульбара Кудебергенова, региональный представитель ОУЮ, Мабу Групп. Доброе утро, здравствуйте, как дела у вас? Доброе утро, отлично. Жило просыпаться? Ну, утром было, да. Да, но сейчас, я думаю, все нормально, и вы ответите на все наши вопросы. Да, постараюсь ответить. Прошу. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Мы бы хотели узнать, вот сейчас мы уже все знаем результаты голосования, вот расскажите, пожалуйста, вообще, как в целом проходило голосование? То есть, насколько это было активно? Как только мы объявили о том, что можно будет проголосовать за своего любимого исполнителя, что бы вы могли ответить? Возможно, кто-то сразу вырвался вперед и завершил гонку, вот очень предсказуемо, все знали, что он будет победителем. Либо были какие-то темные лошадки? Ну, конечно же, вот когда вы объявили голосование, были какие-то активные фанаты, которые постарались очень активно голосовать за определенного своего любимого исполнителя. В гонке, не могу сказать, в каждой номинации были свои приоритеты у каждого исполнителя, но активная гонка была, наверное, в номинации дебют года. Там между Кудайбердиевым и Аяной разыгралась, можно так сказать, прям, как бы вам сказать, ну... Баталия. Баталия, да. И получается, каждый из них, у них разница была небольшая. Но в любом случае, Кудайберди, он, его фанаты, можно так сказать, были более активны, и он выиграл данную номинацию. Отправили на две смс-ки больше, и все, и поучучиваются в татуэтку. Да, да, да. Грубо говоря, так. То есть, получается, что в этом голосовании, ну, практически все зависело даже не столько, сколько от самих исполнителей, потому что они, естественно, они классно, талантливо исполнили песню, но тут уже от группы поддержки, от их непосредственно поклонников. Многое зависело от их поклонников, да, потому что именно их поклонники, они предпочитали данного исполнителя и отправляли соответствующие смс. И как только смс поступало на радиоплатформу, сразу же засчитывался голос за данным исполнителем. Вот скажите, только честно, когда пришла последняя смс-ка? Это было 17 декабря, где-то ближе к обеду, в 12.01, насколько я помню. То есть, когда голосование закончилось уже? Да, и этот голос как раз-таки, опять-таки, по номинации «Дебют года». А вот были случаи, когда уже голосование закончилось, но люди продолжали присылать голосование? После 17 декабря нет. А, то есть, все уже знали? Да, все уже знали, вы уже всех активно проинформировали об этом, что голосование уже завершилось, и скоро будет уже награждение. А можно было проследить, да, вот какие номера, что было, возможно, один или два каких-то активных номера, которые вот просто постоянно сладятся в смс-ке? Да, конечно же. Давайте вкратце я немного расскажу о нашей компании, потому что это как раз-таки больше, наверное, покажет работу нашей радиоплатформы. У нас компания «Бамбу Групп» эстонская, которая на данном рынке уже занимается 14 лет и представлена в 19 странах. Мы являемся лидерами в Белоруссии по данному направлению, и как раз-таки нашей разработкой является радиоплатформа. В этой радиоплатформе мы попытались сочетать все возможные сервисы для, например, того же самого голосования. И в голосовании у нас проводится все через возможные открытые каналы. Под открытым каналом мы понимаем, например, абонентский номер, который отправляет смс за того или иного исполнителя. И как только смс поступает на нашу радиоплатформу, сразу же засчитывается голос. Голоса засчитываются по мере поступления, сразу же поступают на радиоплатформу и также могут отображаться у вас в прямом эфире. А вот скажите, что такое радиоплатформа? Вот мне интересно, но хотелось узнать. Радиоплатформа — это такой сервис, который был разработан на базе веб-интерфейса, и он связан непосредственно с вашим оборудованием. Но главное здесь оборудование является наша сторона и плюс сторона оператора. — И вот последний вопрос на сегодня. Скажите, вы столько всего хорошего сказали о Песне года, о том, что шло активное голосование. За кого вы отправляли смс? — Я за кого отправляла? Я все-таки за Аяну Косымову. — А, да? — Да. Я ее люблю. — Вы ее любите? Вот это признание на всю страну. А я напомню, что у нас в гостях также на всю страну только что выступала Гульбара Кудобергенова. Вам спасибо за то, что вы проснулись. — Спасибо вам огромное. Спасибо. — И обращаемся к нашим телезрителям. Мы продолжаем говорить об экстриме. 5777-97. Звоните. 6777-97. Звоните.